Приветствую вас, ребят, на моём канале. Меня зовут Влад, и ни для кого не секрет, что уже сейчас на сервере ПТС доступен новый 81-й ранг. Это Воин Апачи и лейтенант отряда Вестники Смерти. Как написано на официальном сайте игры, для того, чтобы качнуть этот ранг, вам понадобится выиграть 40 тысяч ангаров, или почти 2500 успешных прохождений спецоперации Анубис уровня сложности профи. Это всё без учёта випок. Но я провёл более детальное расследование, если это можно так назвать, и готов с вами этими всеми данными поделиться. Так что оставайтесь оттуда, я думаю, вам будет это очень интересно. Но опять же, вы должны понимать, что вся эта статистика приблизительная, ведь я не брал в учёт многие факторы. Допустим, счастливые часы, удачные выходные, или возможно то, что вы будете ходить на перерыв в туалет, покушать, погулять в магазин. Это тоже нужно брать в учёт. Ну а так, если чисто говорить о том, что сколько нужно играть, сколько нужно потратить, это безусловно в этом ролике будет. Первый способ, и он один из самых менее затратных, это прокачка с помощью спецопераций. На данный момент самым разумным решением будет качаться на Анубисе с ложки со сливом. Кто не понял о чём, то и бог с ним не буду говорить. Если знаете, если не знаете, то вы в принципе можете загуглить, поискать на ютубе. Просто вбивайте Анубис ложка со сливом, и всё поймёте. За 20 минут прохождения вы получаете 15 тысяч опыта без счастливых часов. Итого за час у нас получается 45 тысяч опыта. Это опять же, не включая загрузку, выгрузку, там, пописать отойти, покушать отойти. В общем, за час чистого задротства 45 тысяч опыта вполне возможно набирать. Ну а так как нам нужно набрать 580 тысяч опыта, то всё, что нам нужно сделать, это 580 разделить на 45. И мы получаем приблизительно 13 часов чистого задротства без перерывов. С учётом того, что миссию вы будете проходить за 20 минут и не учитывая загрузку и выгрузку. То есть 13 часов минимум вы должны будете потратить на то, чтобы пройти Анубис с ложку и получить 580 тысяч опыта. Безусловно, этот процесс можно ускорить тем, что вы будете тратить варбаксы, которые накопили за весь этот промежуток. Или же, допустим, немножечко открыть коробок за кредиты, или же пройти его несколько раз в счастливые часы. Это тоже берите в учёт, так что, ну если говорить грубо и без счастливых часов, то 13 часов и 580 тысяч опыта и, соответственно, 81 ранг уже, говорится, у вас. Ну а теперь затраты. Затраты на этот способ будут следующие. Во-первых, вам нужно будет купить випку. Обычную супервипку и на 15%. На всё про всё у вас уйдёт менее 200 кредитов. Скажите копейки, но это ещё не всё. Также не стоит забывать, что вам будут нужны жетоны. Жетоны это, по крайней мере, тут самое дорогое. Для того, чтобы пройти 40 анубисов, именно столько нужно пройти, чтобы качнуть 580 тысяч опыта, вам нужно получить 40 жетонов. Так как 10 у вас уже жетонов будет, но мы берём в учёт то, что вы за день до этого не будете ходить просто в спецоперации. 10 жетонов есть, так что 30 нужно. И на то, чтобы купить жетоны, вам понадобится ещё 3000 кредитов. Короче говоря, около 3500 кредитов стоит, чтобы прокачать этот ранг на просто чисто спецоперациях. Ну а дальше пошло самое интересное. Это коробки удачи. Как за варбаксы, так и за кредиты. Начну, пожалуй, с коробок удачи за кредиты. Тут мне тоже пришлось потратить немножко времени и сил, и денег, и открыть на ПТС 100 коробок удачи за донат, соответственно. И из этих 100 коробок мне выпало 26 тысяч опыта. Открывал коробки я с обычным донатом, но тем не менее, если брать в учёт самый дешёвый донат в магазине, это тактический топорик, ну либо же катана, то за 100 коробок у нас получается 3400 кредитов. Сумма довольно-таки небольшая, и при этом мы получаем 26 тысяч опыта. Но, как говорится, 26 это не 580 тысяч, поэтому для того, чтобы качнуть 580 тысяч опыта, нам нужно открыть 2250 коробок и потратить 76 тысяч кредитов при цене 170 кредитов за 5 коробок. Если же брать в учёт обычные пушки, то это около 120 тысяч, и согласитесь, сумма очень даже немаленькая. Да и возможности закидывать по 40 или 50 тысяч рублей для того, чтобы просто качнуть ранг, есть далеко не у каждого, и таких людей просто единицы. Ну а так и выходит, что этот способ самый дорогой, но и, соответственно, самый быстрый. Ну а если у вас нету лишних кредитов, но при этом прокачать ранг быстро хочется, то тут вам поможет сайт warshots.ru. Тут всего за 145 рублей у вас есть возможность выиграть до 50 тысяч кредитов. На сайте вы сами решаете, когда остановить рулетку, так что всё зависит только от вашей удачи. Сайт лично мой, так что за честность и за своевременный вывод кредитов, я думаю, даже и говорить не стоит. А кредиты, между прочим, с сайта в игру приходят менее чем за 20 секунд. Уже несколько сотен людей убедились в этом сами. Так что перед тем, как закидывать очередную партию кредитов в игру, обязательно вспомни про сайт warshots.ru. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Думаю, с коробками удачи за кредит и так всё ясно. Теперь давайте переходить к коробкам удачи за варбаксы, ведь большая часть именно их и будет крутить. Я тоже провёл некий подсчёт, некий анализ на ПТС и открыл коробок на 100 тысяч варбаксов. Со 100 тысяч варбаксов мне упало 27 тысяч опыта. Это, ну, довольно-таки неплохо, потому что вы не тратите кредиты, не тратите реальные деньги. Это лишь игровая валюта. У некоторых их вообще по 5-6 миллионов. Так что вполне возможно, что вы тоже можете себе позволить качнуться таким способом. В общем, со 100 тысяч варбаксов я получил 27 тысяч опыта. Получается, что за 5 коробок я потратил 1875 варбаксов. Это средняя цена, ну, как средняя такая цена за 5 коробок самых дешёвых, с которых падают знаки. И получилось 265 коробок. Это так, вдруг кому-то интересно. 265 коробок это 100 тысяч варбаксов. Ну и, опять же, несложными математическими посчётами мы получаем 580 тысяч опыта за 2 миллиона 150 тысяч варбаксов. Давайте округлим 2 миллиона 200. Так что, если вы на счету имеете около 2 миллионов 200 тысяч варбаксов, то знайте, что за эту сумму вы вполне реально можете качнуть себе 81 ранг. Если же и вас немножко не хватает, то не беда, вы всё это можете комбинировать, допустим, со спецоперациями, с теми же пвпшками, рэмками, то есть не обязательно же затрудить, я говорю. Возможно, просто поздравить варбаксы, пойти парочку спецопераций пройти, вот вам и новый ранг. Эти все способы, которые я сейчас назвал, это, естественно, не всё. Вы можете проходить также и другие спецоперации, но я привёл в подсчёт самые выгодные и самые распространённые. То есть это коробки удачи за кредиты, за варбаксы, ну и спецоперация, которую очень выгодно проходить. Если кто про это даже не знал, то, в принципе, вот такой вот вам небольшой советик про по поводу Анубиса с ложки. Ну а каким способом вы будете качать себе 81 ранг и будете ли вы качать его вообще? Может быть, у вас 31 ранг, 40-й. В общем, об этом напишите в комментариях. Мне реально интересно, какой процент сейчас игроков у нас 80-го ранга. Лично я, когда захожу на паблики, у меня постоянно их очень много. Ну потому что я сам 80-й, и из-за баланса я не могу даже примерно узнать, какой же процент у вас 80-х рангов к отношению к другим, потому что, ну, я уже думаю, вы поняли. В общем, обязательно напишите об этом в комментариях, какой у вас ранг, и если вы 80-й, будете ли вы качать 81-й и каким способом. Мне реально будет интересно и провести для себя тоже какой-то анализ, чтобы просто знать. Так что на этом всё, всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, информация была для вас полезна. Если так, то можете меня ещё и лайком поддержать, это вообще будет шикарно. На этом всё, всем спасибо и всем пока.